Субтитры сделал DimaTorzok Как в пизде у монашки Ну давай хоть без мата То это не интересно Ну ладно, так тоже совет Как дорогие друзья Вообще в целом Интересно ваше мнение Зайдет ли такой формат конкретно с голосом И в целом обозревание Чего вам больше интересно Это ретро гейминга, это эмуляции Это каких-то новых игр В комментах тоже пожалуйста пропишите Чтобы мы понимали вообще То мы делаем или не то Сейчас мы с вами будем обозревать Непосредственно эмуляцию свитча На игру Astral Chain Довольно таки интересная игра Тем фанатам, кто любит Такой слегка ретро киберпанк гейминг В варианте аниме Думаю зайдет Я в принципе уже обзоры некоторые смотрел Как бы и проходил-космотрел Блин, игра за че В принципе, наверное многие уже делали На это обозревание Но посмотрим, что будет И так, в принципе, начинаем Будем сейчас пробовать Че-то там клацать Мы уже тестовый видос в принципе делали Но сейчас решили попробовать с голосом В принципе, с вами пообщаться В принципе, ты игра и не тормози Хорошо Вот, то есть Суть в чем Ты играешь, я базарю Угу Если что, потом учить не можно, правильно? Посмотрим А, понятно Мы еще никто ничего не знаем Короче, это реально тест от слова тест Вот Игра на самом деле напоминает Отдаленно мне лично По крайней мере Одно из аним Попутно Такой вот Биологический костюм Был в одном тайтле Достаточно старом Назывался Онгайвер Но тут Здесь немножко сделали по-другому То есть Здесь это типа Какие-то астральные проекции Астральные духи Их призывают люди И в принципе Ими за счет них сражаются Достаточно интересная версия Посмотрим Что будет Текст сабов Текст персонажей Мы переводить пока что не будем Опять же Если это интересно Вы нам напишите Если надо будет Будем подготавливать Непосредственно с переводом диалогов Ну Сейчас просто Вот Пробуем Так скажем А-ля реакция на Онлайн прохождение Как-то так будем тестировать О господи Как же мне этот доктор бесит Он мне напоминает Моего биолога В школе Я такой же Маньяк Вот А так Да Похоже на одно из Таких Техно-аниме О Сейчас Самый интересный процесс Типа мы призовем то Что не знаем что Но будем с этим Типа Бароут Для тех кто не в курсе То есть здесь Типа будущее Как бы И полиция борется С Силами Паранормальными За счет того Что они призывают Злых духов И пытаются их обуять За счет брони Чейн Поэтому называется Астрал Чейн То есть сами духи Называются Астрал А их броня называется Чейн Цепи Логично Вот И в принципе Вот сейчас мы видим С вами один из Призывов Одного из стартовых Духов Так скажем Ну попутно Читаем Меню С разработчиками То есть мы понимаем изначально, что все астралы воинственны, то есть это все-таки темные духи, но типа технологии будущего позволили нам их обуздать. Вот интересно просто в дальнейшем по игре объяснят, почему астралы в принципе враждебны и как бы, ну вообще в целом, то есть философия игры очень интересна. Вот будем с вами вместе и решать данную загадку. О, брекается, брекабанер, я не понимаю, как он мне напоминает, может Йошимицу из Текина. Ну да, похож, ну похож, похож на Йошика, не, не на Йошика, погоди, в каком же фильме это было? Ну сейчас вообще это меха попрет чистокровное, когда его полностью в броню обратят. Да, сейчас вы в принципе лицезреете непосредственно как раз-таки порабощение в чейн, вот оно, ядро астрала, то есть оно типа должно не поработиться, наверное, а склониться перед людской волей. Я так понимаю, типа главный профессор, который разбирается во всей этой фигне. Здесь, да, он похож уже на какого-то такого киберниндию, блин, что ли, с клинками, такой прям, ух, аниме, аниме, да ёшу, аниме. Ну типа все, вот он становится синеньким и типа добреньким. А, не, ошейник, господи, даже здесь БДСМ. Что ты будешь делать? БДСМ будет. Ну да. И типа, о, о, стоп, точно, это же покемоны. Точно. Это версия будущих покемонов, только там были покеболы, а здесь Майнкрафт-кубики. Пиксель-кубики. Ем даёшь пиксель-кубики. Ну да. Ну чё бы нет. Блять, он больше не убивает. Ну, может быть, позднее. Надеюсь. А терпение, думаю, только терпит. Да запихну его туда, куда надо. Вы это не слышали. Да? Так вот. Да, ну как ты говоришь, там всё прилично, да? Да, почти, на грани. А тут нехры будут? Тут без нехров сейчас не будут. Это Япония. Блять. Они долбаные расисты. БЛМ там не рулит. Блять, ну почему? Ну вот потому что. Сейчас, в принципе, мы должны с вами, если я не ошибаюсь, перейти в окно создания персонажа. Там, конечно, настройка, ну такая, на мой взгляд, крайне примитивная и отсутствие гибкости от слова совсем. То есть пара-тройка клишейных заданных сценариев, как обычно, пол, лицо, прическа и, в принципе, всё. Даже пол, лицо нельзя выбрать, можно только прическу выбрать, её цвет и цвет глаз. А, ну да, то есть задаешь ты минимальные данные, хотя, в принципе, данная игра позиционируется непосредственно как с лёгким отсылом на РПГ. То есть будут цифровые всё-таки моменты, то есть будут какие-то характеристики, какие-то статы, какие-то плюки, какие-то бонусы, но как-то это странно здесь выполнено. Ладно, поживём, посмотрим. Кого выбираем, мальчика или девочку? Ну давай, мы ж мужики, выбираем бабу. Где? Все мальчики мечтают о вагиане. Ну да, и почему девочки? Не делают это каждый день. А, так вот, амда, аксом, левиоса. Идя, так вот, ей можно иметь. Имя, ну, пофигу, да, бомбоник какой, любое. А как вообще девочек зовут? Девочки. Я просто девочек никогда ещё не заводил. Нет, ты-то, может, их и заводил, просто об этом не знаешь. Я просто не знаю, как их заводить. Девочка. Чё, так и называть девочка? Да пофигу, назови её как-нибудь. Ну, блядь, пусть будет дев... Девочка. Девоч... Девочка. Как учко пишется? Ну, в смысле... Дальше КА. Пусти, как это стяк? КА. Нет, надо... Дев... А, из большой буквы очка. Как тут большую букву? Да вон он, шифт у себя. Так это неудобно туда, аж ведь... Ну, ладно, ну, а что я здесь делаю, да. Теперь... Блин, сейчас, подожди, как мне вправо ткнуть? Что, кто, куда? Да ёп... Что, что, что ты делаешь? Да я курсор не туда, видишь, поставил, как мне его перекликут. Не знаю. Блин, ладно, блин, ладно. Ты всё сломал. Оставь дев. Хуй с... О! 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 Ладно. Оказывается, курки всё решают. Да. Сделай уже её очку. Ах, ладно. Я промолчу. Что? Да, не, не, ничего. Всё норм. Бля. Что? А почему очка... Ладно. Капси, капси, всё, капси. Просто дальше КА. По-моему, тут как-то можно... А, ооо... Да уже похрен, ну пусть она будет капснутым очком. А, подожди, девочек. Блин, тут, кажется, всего 7 символов только можно... Будет девочка. Ну, это как-то... Её обрезали. Обрезали. Она еврейка. Ну, пусть будет. Мальчикам обрезают крайний плод, девочкам клитор. Всё, выбрали. Пума, это жутковато, ну ладно. Это крипово, а? Девочек, девочек. Да, господи, создай тоже персонажа. Ладно. Прическу. Ну, вот дальше, да, мы выбираем прическу. Стандартный анимешный набор. Боже, насколько это клишейно, но... О, господи, у неё только что было бра на лбу. Ну, ладно. Блин, ну, в принципе, стандартный анимешный набор причесок. Дохуя волос, дохуя ничего не вижу, дохуя, господи, лысая. Боже. Всё. Прически такой, кому что понравилось? Давай вот это. Вот это? Ну, да, нам мало-мальски адекватно. Какой цвет? Цвет? Да. Я фанат рыжего. Какой именно оттенок, наверное? Не, рыжий. Вот такой? Рыжее. Подожди, а тут? А, то есть настройки по тонам тут нет. Печально. Подожди, а там что-то есть, только я не пойму, как это тыкнуть. ЗТЛ, ЗТР? Да. Да ладно, хуй с ним делай, её развалывался, и всё, и не парься. Классик. Такой его взял, или вот такой? Не-не, фуксию, фуксию, фуксию. Ух ты. Уда, да, да, да. Удя, удя. Угу. Так, и тут ещё можно... А, цвет кожи ещё выводить. Зелёные, 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 глаза зелёные. Всегда зелёные. Прям максимально кислотные. Вот такие? Нет. Вот такие. Вот, да. И тут ещё можно выбрать цвет кожи. Не-е-ет, оставь её такой. Ладно. Оставь её нормальной, не делай из неё нигаршу. Ладно, всё, оставь её такой, какой есть. Мы всё равно просто тестим. Поэтому давай дальше подтверждаем и погнали. Вот честно, что ты сама нигаршат. Ну да, кстати. Не, между прочим, в принципе, для эмуля на комп, свечи, это жирно. Ну, по крайней мое мнение. Есть, конечно, просадки, есть, конечно, фризы. Но при условии, что это эмулируется платформа, это неплохо. Кстати, неизвестно ещё, пишется аудиодорожка игры. Надо сейчас до паузы дойти. Ну, в принципе, просто хотел посмотреть. Ничего так. Ну, если бы она была коричневая. Да что ж ты, господи, со своей коричневой. Да глянь, её аж трясёт само от этой мысли. Что она может быть коричневой? Ну, здравствуй, трон, ты ли это? Капитана похоже. Ну, даже не столь на трон, сколько реально Cyberpunk 27.7. Но со ссылкой на трон. Ну, до хера трон. Да, кстати, если что, здесь мы Полисия. Мы Полисия. Поэтому те, кто не любят Полисию, могут выйти из чата. Да, мы Полисия. Даже Полисия. Это с Полюсией? Да, у меня Полюсия. На Полисию? Да. На развалу. О, боже, сейчас стреляют. Я отвёкся из-за Полюсии. А что? Кто? В ком? Зачем? Зачем? А? Можно ещё раз, а, что? Что? Высунь. Да, что? Блядь. Так вот, мы продолжаем Astral Chain. Не, не усовывай, засовывай. Что? Блядь, ты вообще о чём? Я об игре. Блядь, я на ту кнопку нажал. Благо кнопку. А-а-а-а. Кислота. Да. Не думайте, мы пока ещё трезвые и живые. Это я об гей-паде. 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 Блядь. Джойстик. Джойстик, да. Просто джойстик. А как он правильно называется? Гей-паде. А, не гей-паде. Нет, гей-паде. Гей-ем-паде. Не каждый гей себе позволит такой вибратор. Да, а мы смогли. О, фристайл на мотоцикле. Уэу. На 10 из 10. Вот пистишь, как бы это смотрелось, если бы она была коричневая. Ужасно. Да. Неопричай. Вот, на тебе ракетой в сраку за то, что это было бы коричневым всё. Ну-у-у. Нет. Вот ещё раз ракетой в сраку. Аки-богохульнику. И ещё раз. Забываю, что я могу уворачиваться точно. Ты много чего можешь. Ох ты, ох ты, ох ты, ох ты. Я же девочка. А-а-а-а. Пардон, пардон. Звук забыл я вырубить. Да ничего страшного. Занеполам по уму. Мини вообще не напряжно. Мини-то кому? Что? Что? Я сказал, мини вообще... О, ещё раз фристайл. И ещё раз фристайл. ЛАЕ, а мы на стиле. Угу. Слушай. Надо её было госпожой назвать. Да. А переносим надо. Так и сделаем. По-любому будет у нас персонаж госпожа. Но стреляет она. Господи, кто смотрел «Звёздные войны», тот всё поймёт. О, тем временем мы проходим обучение потихонечку. Ну, получается статистику показать. Ну, опять же, я пока что не въехал ещё в статистику, потому что я ещё ни разу не видел окно настроек персонажа именно в процессе игры. А-а-а, плохие парни, короче, не оборачиваются на взрывы. А мы плохая соска, которая, в принципе, мы у них проезжает. Ух, как эпично. Ну, тип того. А что с коляные глаза за нами бегают? О-о-о, кошмар такой. Так, ага, мини-фризы. Ну, это нормально, там, компиляция. Не-не-не-не, на самом деле, я говорю, для банального эмуля это достаточно жирно. Потому что, в принципе, не каждый эмуль, наверное, настолько ещё доработан, как для свеча, как минимум. Быстро проклестили там. Да-да-да, это круто. О, мы видим жопу, ребята, 18+. Мы увидели лицо полиции. Отверните детей, пожалуйста, от экранов. Так, какой-то опять объясняет автосейв. Ну да, что, автоматически сохраняется. Не выключайте приставку, когда видите такой значок. Ага, приставку не выключать, мы на компе сидим. О-о-о-кей. Тихо, не поли, Контор. Мы играем на приставке. Да, мы на приставке, камон, камон, камон. Да, мы не пираты, ребята, нет. Корабля за законом у нас нет. А-а-а-а, тысяча жертей. Ой, господи, боже мой. Так, тут опять обучение идёт. Мы можем, типа, бегать, мы можем быстрее бегать. А-а, слышать камерой. Блин, не люблю. А ещё у меня плётка есть. Нет, это не плётка. Это фалоимитатор с энергетическими настройками. Он может вибрирует, может бить шоком, увеличится, уменьшаться. Господи, а она точно госпожа? Да. Наше первое задание. Вставить палку мужику в одно интересное... О, боже, что я несу? Что я несу? Ему уже кто-то вставил. Слушай, к тебе подбегает разволосая баба в ботильонах с надписью «Полисия», с полуголой жопой и с дубинкой в руках. В принципе, такое себе, но... Блядь, и в обтягивающих шортиках, сука. Да. В обтягивающих, Карл. То есть, в принципе, если в сандале в жопу дробью, нахер весь бронежилет. Да, мы вообще в трусах. Ну да. Да, лол. И спасаем, походу, каких-то футболистов после тренировки. Потому что как-то... Ну да. Наших, что ли? Ну, походу. Не, на самом деле, кстати, графическая игра выполнила прям... Для свитча, да. Очень, очень, очень. Для свитча симпатична. Очень сильно и очень круто. Так, мы опять какую-то миссию выполнили. А, это мы квест-квест-квест, да, закончили. Обучающую миссию прошли. Правда, сейчас, по-моему, насколько я помню, нахуй наши старания. В принципе, вертолет пойдет по одному интересному заданию. Да, до свидания. Уи! Столько всяких надписей, что не спрятаешь, что-то совсем... Ну, тут вообще по-хорошему нужны либо сабы, либо реально нужно просто прописывать изначально сценария. У тебя 6 жизней из 6, что-о-о-о-о-о-о. Где? А, вижу. И 600 хт, что-о-о-о-о-о-о-о-о-о. Это реально какой-то РПГ. Я могу с ним поговорить. О, боже, что случилось? Ну, слушай, это реально какая-то РПГ-ха на варианте слэшера. Блин. Так, а можно посмотреть, что-то с этой рэппом-сучилось. Есть выжившие. Сомневаюсь. Вот, наконец-то сейчас научимся связаться с лутом. Ассасин Крит на максималках? Угу. И тонально... Господи, а почему у них такой синхрон? Они что, это единым мозгом не... Солы? Единый разум победу. Я умею уворачиваться и бить плеткой. Это не плетка, это дубинка. А, у полиции это называется дубинка. Да, не забывай собирать лут. Оно не автоматом подбирается на кнопочку нажимать, немножко неудобно. Это не немножко, это дофига неудобно, потому что даже в Диабло, по-моему, продумали вариант автолутинга. Ну, я подбежал, оно само делось. Оно влетело, есть еще. А тут надо подбирать ручками, все. Кнопочки, кнопочки, класс-класс-класс. О, я могу ткнуть, прицелить цепь. Да, ну, стандартная система из разряда захвата цели. И, где эти можно? Ограниченные локи, ну, в принципе, а-ля Devil May Cry на минималках. От слова Зубси, но только с вариантом, я говорю еще раз, добавки RPG. Ну, блин. А что вообще этого подойдет-то хоть? Да, фиг его знает. А вон, что-то пишется. Мы еще инвентаря даже не видели, о чем-то. В принципе, я не успел прочитать, что мы там подобрали. Какую-то лут. Ага. Вот, это вещь, типа рыбов. О, теперь мы, это, ковбой Хаггис из средневековья. Доставай свой пистолет и покажи, на что ты способна. А, палочка трансформируется в пистолет. О, боже. У нее палочка, походу, во много что может трансформироваться. Пацана об этом еще не знает. Не, может знать, пацанам пока не показывает. А, вы видите, а фрагмуви. А, круто. Так. Ну, в принципе, опять много-много-много-много-много букв, много-много-много слов. Как всегда, стандартный сценарий. О, ты пострадала. О, нет, сейчас мы тебя подлечим. Воткни себе вот это. О, боже. А, медицину мини. Ну, да, типа аптечка, но только почему-то какая-то она странная. Она невидимая. Ты видишь аптечку? А, она есть. Она есть. Ой, там сзади, видишь, ромбик горит. Наверное, на него надо сесть. Ой, что я несу. Из Вращова. Ну, да, я всегда виноват. Базара ноль. Сейчас подберем. Так, что это? Ну, да, это аптечки. А, предмет. Понял. Это предмет остеолекционный. Короче, понятно. Непереводимый русский одиолект. Ну, это просто объяснение идет, что мы можем подбирать. Мне просто сейчас зайти в инвентарь и посмотреть. Ну, да. Не, сейчас тебе объяснят, как юзать вещи, типа, и как выбрать вещи. Использовать предмет, зажмите X и... Ну, типа, нет, нажмите X, это юзануть. А, это типа выбрать. И вот можно выбирать. Немножко устанавливать жизни. Это мини, это средняя, так понял. Типа, так, средняя, а это... А, то же самое. А, правильно, мини, мини, а это... А, это покрупнее. Ну, это средняя, наверное. Да. Тебе пока не надо, тебе пока не надо. Так, подберем. А, нету, зараза исчезла. Погоди, нету. А, бону надо. Так, поговорите с телепридеумом. Ну, типа, он тебе скажет, что не бойся, мы уже здесь. И все будет в порядке. Я хочу палочку. Так, а вообще куда... А, вот, тебе туда, тебе туда. А, там карта даже справа есть. Да, карта справа. Вообще, можно в инвентарь зайти? Ам-ам-ам-ам. Я куда-то вошел. А, это... Так, настройки. Нет, это не настройок, тебе не сюда. А вообще, какие-то настройки есть? Может, так... Ну, вибрация, звук, бла-бла-бла-бла-бла-бла. Это камера, то есть, типа, там... О-о-о-о-о-о-о. Камер, нет-нет-нет. Ладно, а где тут сам инвентарь? Может, я пока типа его еще... Ну, нельзя? Пока может быть. Не забывай, что ты когда только в старте. Так, дойди ты какого-нибудь сейва и давай вообще почекаем, что мы сделаем. О, здесь тундучки. Ну да. Я же тебе верю, вон ещё один, это типа РПГ, в варианте слэшера, поэтому оно достаточно... Ну, типа Сина, но на прокачанных максималках. Так, вот это, наверное, точка сохранения сейчас где-то будет. Ну, типа того. Господи, что ж ты так любишь с трупами разговаривать? Не, он живой. Он говорит, что он ещё даже в пакетке. Ну, типа да, ему что-то воткнули в пузо, но не до конца. Он пытается... А, нет, вот эта менюшка не тщательна, пока я предмет не применю. Ну, давайте, ладно. Ну, верхнюю, use. А, нет, погоди, у тебя внизу две. Две, две, use. Ну, крестик нажми. А, крест просто сейчас нажми. Просто крест нажми. What? Всё, иди, тебе надо встретиться. Вон, квест я горит, встретиться с этим саккерой. А, всё, понял. Ну да. Оно и не применяется, потому что у меня жизни целые. Угу, угу. Угу. Или что? Или да. Что это за соники, грёбаные из потустороннего мира? У нас сейчас выяснится, что не хватает силы. Угу. Видите, что-то случится, что у нас появится какая-то. А, мне кажется, что у нас уже есть, просто мы его не юзаем. Нам типа протокол не разрешил. Угу. Угу. А чё ты не дерёшься? Не ту кнопку жму, блин. А-а-а, ну тогда получай, окуянный. И ещё получай. А, я не наношу им повреждения, блин. А почему? Потому что у нас пистолета. Я даже не могу зафиксировать прицел, я напомню. Мы их типа не видим. Ну типа ок, но... А, ну всё. Ну мы их типа видим, а всё, просто придержаться надо было. Ох, госпестандартные кат-сценки. На. Бедный малый. Белый тян. Ну давай, призывай уже свой чейн. Свой член? Чейн! На! Я просто пригору. Ну конечно, конечно. Ух ты, господи, ты... А, ну вот, да, вот он со своим духом типа. У нас только ещё будет. Угу. Ух ты, какой барабанатый мужик. В очках. Угу. Я натяну очечий. Потому что сумочечий. А, кошмар. Ух ты. Ля, ля, какой. А тут пёсик такой кусь. Собакен даже такой бывает. Кусь, кусь, кусь. Потому что пёсик делает кусь. И потом... О, господи, боже. О, боже. Он ещё его и пошукал за ушком. Обалдеть. Ага, значит мы без этих существ не можем останаться против этих существ. Против астралов, походу, нет. Но астрал может тебя рассмотать за это, по крайней мере. На. На. Сейчас что-то будет. А, вот, да, тебе твой астрал приехал. Надеюсь, там Кикачу будет. Нет, а на самом деле достаточно интересный будет астрал. Он такой прям помехи. Он прям сильно такой... Каноничный, что ли, я б сказал. Ух ты. Он прям офигенный такой... Полусамурай, что ли. Это тот самый, которого заставили. Да, 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 да. Добрый вечер, я диспетчер, до свидания, ты не вечен. Эээ... Пуф. Ух ты. Ну да, он, видишь, меч по лисе. Какой дедак у него. Да что ж ты будешь делать, а? А, то есть меч. Да иди уже до сохранения, маньяк. Придется геемпад вытаскивать. И делать... Ух ты. Брутальный мужик какой. Ух ты. Ну прям Кейбл. Замечу. Кто тебе похож? Ну только Кейбл почему-то, по-моему, переспал с Росомаха, и это их сын. Угу. А, он, да, он похож на обоих, твою мать. За что? Они-то у тебя походу друг с другом... Ну моя детская психика, почему должна быть сломана? А это что за щелочка? Это типа врата в ад. Откуда эти приливают островы? Ага. Да хрен его знает, будем разбираться. Меня смущает, что звук они. Я понимаю, что мы просто таки... Думаешь? Не, да, просто если мы сейчас звук включим, то... А, ну я понял, понял, блин, ну как же... Главное, чтобы он писался на дорожку. Сейчас протестим. Ой, как же жарко. Нет, давайте с тестом... А тогда надо натягивать ножки. Давайте с тестом заворачивать, потому что реально очень душно. И эмоционировать реально тяжело. О, какой-то ящичек. И еще ящичек. А, это походу им астралов вручили. Да, 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 да. Это их первые астралы. Вон, видишь, у них на руках блестят. То есть примерно то же самое, типа тюрьма. И типа если ты заключаешь контракт, ну бла-бла-бла... Я тебя хрен его знает. Нет, ага, ага, ага. Я не... Ага, ага. Ну типа да, тебе надо заключить контракт с этим астралом, и типа если все будет гуд, он будет служить типа под твоим началом. О, сохранялочка. В принципе, пока на этом тест мы закончим, ребят, поэтому, пожалуйста, еще раз прошу. Скажите ваше мнение вообще в целом, подходит такой формат или нет. И опять же, просьба в комментах ответить, какие игры вообще в целом интереснее обозревать. Ретро ли, эмуляторы, либо что-то новое. То есть там киберпанки и прочее, прочее, прочее. В принципе, на сегодня, наверное, все. Закончим на этом эпическом моменте призыва астралов. Поэтому... На сегодня, всем пока! Тормози, просто тормози, похер. Даже если ты выйдешь, это просто пробный видос. Ну можно там, уберем геймпадик просто... ЖАРКО! А, что, кто, где, в ком? Тормози запись! Вытащи его! Дима, детка, слабо. Уку-фу!